МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Великое спортивное свято началось с открытием других европейских гульнях сачали на гомельской фан-зоне. А зараза в этом иншем больше подробно. Сегодня Беларусь вспоминает хвяр Великой Айчинной войны. 22 червня 1941 фашистские войски пересекли державную мяжу СССР, и на долгих 1418 дней ее территория опынулася в Аулонне боевых деянех. А потом, как Гомель долучился до Дня Всенародной памяти, расскажет Ганна Корольчук. Митинг-реквием, присвеченный черговый годовинец дня початку Великой Айчинной войны, пройшел на площу працы. Для вечного огня собрались ветераны, представники улады и громадских организаций. А так само все те, кто решил отдать Данину память охвярам самой страшной войны 20-го года. Живые ведоводцы тех жутосных подей узгадывали, как 78-го года тому сустроили ранницу 22 червня. Проснулись утром, объявили, слышим по всей рупорте на улице, напал на нас фашист Варвар Гитлер, война. Мы сразу не поняли, чего он напал, зачем напал на нас. Голод, холод, бомбежки каждый день. С первых дзен войны тысячи гомельчан отправилися в девчую армию. Предприемства города перевели на выпуск военной продукции, а помешкание установы адукации отдали под шпитали и войсковые частки. В Жнивню немецкие войски захопили город, и больше за два года он находился в полоне ворога. 26 листопада 43-го года Гомель первым из областных центров Беларуси был вызволен от фашистов. Удельники митинга ушановали память загинувших хвилиной молчания. После всех запросили у кинотеатра имя Калинина, где разгорнулась атоматичная фотовыстава. Гостям пропоновали убачить новую российскую драму «Выратовать Ленинград». У сквера имя Хромыка выхованцы детяши в школу-мастанству организовали концерт-реквием с песнями военных годов и лиричными композициями. Очень сложная задача, как показать в рамках концертной программы, как началась война, вот как ее обозначить, как этот момент, когда были мирные дети, и потом вдруг раз, и они уже стали дети войны. Вот мы с нашим театральным отделением придумали такую композицию, которая поможет понять вот этот момент начала войны, когда мы были хорошие, мы играли, мы пели, мы веселились, а потом взрыв, война, и все. И мы уже другие, и другой взгляд, и другое понимание. Гэта трагичная дата нашей истории – еще одна нагода вспомнить тех, кто поклав на алтар Великой Перамоги свое житё. И еще раз нагадать подрастающему поколению, как героичный и самохвярный советский народ оборонял и вызвалял родную землю от ворога. Ганна Корольчук, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель». У Светлогорским районе в неделю 23-го червеня пройдет военно-гисторичный фестиваль. Подеи будут отбываться каля мемориального знака у гонор-операции «Багратион». Дата обранная не выпадкова. Миновито 23-го червеня 44-го года почалась военная операция, якая завершилась вызволением Беларуси. На фестивале одно, ведь один из эпизодов наступальных дейнёв. Для этого задейничают военную технику и пиротехнічные эффекты. В Беларуси стартовали другие европейские гульни. В церемонии открытия были задейничаны больше за 1300 человек. За масштабным шоу сочили по всей краине. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова долучилась до грандиозного свята в фан-зоне мультиспортивного форума в Гомеле. Идея церемонии открытия – расповесть у всему свету про Беларусь и их историю. В церемонии выкористали технологию дополненной реальности, как глядачи по всем свете могли виртуально наведать Беларусь, побачить ее флору и фауну, неполторные помники архитектуры. На открытие спортивного форума в Минску пришли больше 22 тысячи глядачов и около 4 тысяч спортсменов. Тут же на стадионе и запалили огонь других европейских гульняв. В день открытия мультиспортивного форума в фан-зоне калялядового палаца в Гомеле ладили яркое шоу. За 2 годины до початку церемонии перед глядачами выступили спортсмены Гомельской области, каратист Сергей Мартюхин, пятиборец Евгена Ролл и олимпийский чемпион Афинов Игорь Макаров. Прямо на сцене они споборничали с гомельчанами у худкости и докладности, а так само разыграли шерах корыстных подарунков для аматоров активного отпочинку и спорту. До початку Европеады тут почали працовать интерактивные пляцовки для всех жадающих. Знается сама атмосфера, весело. Пришли сюда с семьей посмотреть, поболеть за нашу команду, поучаствовать в различных интерактивах. Хорошее настроение, праздничное, болеем за нашу страну. Атмосфера радужная, люди очень добрые, приветливые, все рады друг друга видеть. Предстоящие события очень масштабные, очень интересные. Хотелось бы на нем поучаствовать, поприсутствовать, но пока мы наблюдаем с экрана. Нам здесь очень нравится, очень классная атмосфера, еда очень вкусная, развлечение классное. Мне очень нравится концерт и мы болеем за каратистов. Здесь настолько все впечатлительно, а вы не представляете настроение, впечатление, эмоции, моменты. Это очень круто. Спасибо. 3-4. Наступило время ярких побед. У 22 годины началась промая трансляция церемоний открытия. Сочить за ее можно было навязанным по мерам 4 на 7 метров в экране, усталеванным на сцене фан-зоны. Тут каждый день с 21 по 30 червяня можно будет смотреть за спортивными баталиями. До речи, сегодня и завтра разыграют медали у спортивной акробатицы и дзюдо. В этих видах выступят и гомельчане, дзюдоистки Уляна Миненкова, Виктория Новикова, а так само акробат Артур Беляков. Фан-зона будет працовать и в поздние годины. Тому для зручности болельщиков з'явятся додатковые вечерние рейсы громадского транспорта. За смачную ежу и напитки отказывая фудкорт. На протягу всех 10 дзен у фан-зоне будут выступать лепшие творшие коллективы гомельщины. В составе белорусской команды 221 атлет, з яких 30 гомельчан. Многие чемпионы и призеры олимпийских гульняв. В программе Европеады с поборницей по 15 видах спорта. Восьми з'их я не станусь квалификационными на олимпийских гульняв в Токио. А с поборницей по боксу и дзюдо пройдут в статусе чемпионата Европы. До речи, не засталася у Баку от яркого спортивного форума и телерадио-компании «Гомель». До евро-гульняв обвещенный фотоконкурс «Моя любимая фан-зона». Стать удельником может каждый. Для этого необходимо присылать свои вздымки с фан-зоны на адрес электронной почты фотоконкурс игры «Собака ТВР Гомель Биуай». Авторы лучших фотоздымков отримают призы. Доведаться детали конкурсу можно на сайте ТРК. Вероника Гамзюкова, Василия Сипцов, телерадио-компания «Гомель». Расскажут об других европейских гульнях и туристическом потенциале региона. У файер Чигуночного вокзала Гомеля открылся Туристский информационный центр. До 30 червня тут что день с 9 ранницы до 18 годин будут працавать волонтеры. Пассажиров и болельщиков евро-гульняв яны познайомят не только с раскладом спортивных споборництвов, але и со славутостями Гомельщины. У буклетах уся самая цікавая информация об агросядибах, культурных объектах, местах отпочинку. Волонтеры, які, до речи, володают за межными мовами, могут допомогти скласти маршрут для тых, хто жадает отпочить у Гомели. Подкажут, у яких музеях проходят выставы, где ладятся музычные святые концерты. Нават расскажут, у яких гомельских крамах можно набыть сувениры с символикой евро-гульняв. Пассажиры охватно спиняются побач с туристско-информационным центром и некоторые, увы, не кунава, зменяют маршруты своих подорожжау. Спонтанно совершенно узнали о том, что проходят эти игры, и изменили все свои планы и решили быть свидетелями того, что будет проходить в Минске. Нам интересно все это. Депутаты Гомельского областного совета звернулися до питания у заховання культурной спадшины и народных традиций. У якости прикладу для переймания в опыту обрали Ветковский район. У делу семинары приняли и наши корреспонденты. Для выучения культурной спадшины у Ветковским районе можно обрать любой населенный пункт. Народные традиции тут заховываются практически повсюдно. Починаюши с самой Ветки, где больше как 30 годов працуе Музей староверства и белорусских традиций. Что год с его уникальными коллекциями, знайомятся до 8 тысяч человек, которые приезжают сюда не только из Беларуси, из России, Германии, Италии, США и Бразилии. Значной популярностью на Ветковшине корыстается и включена у спис историко-культурных каштавностей в Беларуси храм святителя Миколая Цудотворцы, увез цей Жалезники. И он был побудован 155 годов тому. В 1930-м церкву закрыли. Протяглый час тут находился сельско-осподаршие склады. В 2006-м, после завершения капитального ремонта, храм снова отшинил дверы. Прошим знакомит и он не только свою историю. Сегодня тут собранные соправдные святыни. Матушка Ирина рассказывает удельникам Сустрэши об наибольшь ушановываемых иконах. Икона Всецарицы, которая исцеляет от онкологических заболеваний и другие заболевания людей, получает помощь в различных случаях. На иконе много приношений от людей. Белорусская народная культура особливая. Одночасово с поклонением религийным святыням широкое расповсюживание мают старожитные ляльки-обереги. Их выработом займаются практически во всех сельских домах культуры, как и захованием и пропагандой мясовых традиций. У нас есть коллектив со званием народным. Это клуб любителей народных песен или самовара. Это старая женщина, которая передает нашим деткам, они передают то, что они знают. И мы не то, что мы сами что-то там придумали, переделали, а то, что им передали, их бабушки, они уже передали нашим деткам. И вот нас из поколения в поколение мы передаем именно наши традиции, наши светиловические. Побытовые танцы, посиделки, народные обрады, старожитные иконы и рушники. На протягу дня депутатам демонструют целый пласт самопытной культуры. Задача – ознайомиться с вартым для переманья в опытом по заховании народных традиций. После Чернобыльской катастрофы Ветковский район стратил омаль 60 вёсок и разом с ним пылную частку исторической спадшины. Але при этом тут всё ж таки сдолили захавать традиции, якими на протягу ста годзе был знакомит регион. А это дозволяй оказать обмахчимости далейшего развития туристичной сферы. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадио компания «Гомель» – Ветковский район. Для забеспечения росту объёму промысловой вытворчасти необходимо заденять 6-7 махчимые резервы. Такую задачу поставил на посаджение гомельского гарвы Конкама перед крыльниками промыслового комплексу областного центра и отказными службами старшиня Гарвы Конкама Пётр Кирыченко. На необходности пошуку резервов зарабил акценты намесник старшини Палаты представников национального сходу Беларуси Баляслав Перштук, який так само принял уделу посаджения. У целом экономице промысловости города выконываются основные и додатковые показчики по экспорте товаров и послуг, промых замежных инвестициях, створении новых працонных мест, розничным товарообороте, обороте громадского харчаванья. Однако есть вопросы, которые потребуют решения. Это у приватности индекс физического объема промысловой вытворчасти, решки готовой продукции на складах. За 100 мая промысловые предприятия Гомеля выработали продукции на 2 миллиарда 700 миллионов рублей. При этом индекс промысловой вытворчасти до 5 месяцев в минулого года крыху снизился. В третьем и четвертом кварталах назирался рост показчиков группы волоемистых предприемств. Остатние предприемства так само нацелены на выполнение поставленных задач, поляпшение выника у финансово-господарчей деятельности в целом. Для этого потребный выпуск новой продукции, установка новых вытворчих линий, проведение реконструкции деятельности. У Гомельской области формируются списы, жадающих провести коммуникации, водозабеспечения и канализации до дома уладания. Эта тема актуальна как для жихаров особных улиц, областного центра, так и в районах. Зараз принимаются коллективные и индивидуальные заявки. Списы будут складать в зависимости от количества абонентов, готовых долучиться до сеток. После узгоднения проекта, необходимых на его реализацию сроков, организации начнут будовництво. Алгоритмы проведения коммуникации у районах, яснуючая индивидуальной жилой забудовы, регламентованы указом номер 488 об будовництве сеток водозабеспечения и водоотведения. Он был приняты наприканцы 2018 года. Документом предугледжена стопроцентная покрытьевый датка на будовництвах этих сеток уласниками однокватерных, блокированных жилых домов и инших объектов нерухомости, побудованных за кошт сродков физичных або юридичных особ. При этом есть макшимость выплаты расторминовку на протягу года при умове першепочаткового взносу 10% от всей суммы. Кост будовництва коммуникации залежит от колькости потенциальных абонентов и широку техничных моментов. Если первоначально 10 человек построила какую-то сеть водоснабжения, а потом еще 10 к ней решила подключиться, то все следующие 10 подключающих, они должны, соответственно, в долях сплатить тем первым участникам этого мероприятия денежные средства, чтобы в конечном итоге для всех это стало равнодалевое участие. По вынику протяглого спякотного надворья на Гомельщине гинуть не только сельско-господарчая культура, але и зеленые насаджения. Для их выратования областный комитет природных ресурсов и аховы новокольного сяродзя обвести акцию «Поле и древо». Про пановыми эколога упоцекавился Олег Синцерову. Картина, которую сегодня можно натирать практически на любой придомовой территории гибель рослин. Коли великие древы спякотывающие не переносить, то молодые явно гинуть. Скрученные листья, тех учащих за все падают задолго до дохода в осени, выкликают совсем нерадостные почутки. Сколько на гомельщине так званых зеленых насаджений докладно напевно не видит никто, але видовочно, что выникуют сегодня спякоты частка загзагини, да помочь рослинам выжить у таких умовах может только человек. Весна этого года на гомельщине была назначена массовым отделением территории. У рамках наведения парадку на земле высаджено свыше 70 тысяч саджанцев. Парк семейных древ у гомель закладе ровно два месяца тому. Теперь его приходится терминово выратовывать. Участвовали в акции, посадили деревья со своими фамилиями. И теперь из-за того, что жаркое лето, приходим поливать, нет осадков. Поэтому хотим помочь деревьям восстановиться, чтобы они росли и создали здесь уголок отдыха для семьи. Для вратования зеленых насажений в населенных пунктах областный комитет природных ресурсов уехова новокольного сяродя объясил акцию «Полей древа». Кали рослину поливать хотя бы раз на дыдень, я ее можно выратовать. И такая лишь бы. Сегодня только у гомеля проживая коля 270 тысяч процедольных людей. Сюда же можно додать так само старшеклассников, наученцев колледжев и студентов, лишь бы будет еще больше значной. Кали кожный принесе хотя бы одно ведро воды, а сяродя для проживания станет куды больше комфортным. Хотелось бы обратиться ко всем жителям и города Гомеля, и Гомельской области. Если есть возможность, пожалуйста, полейте дерево с тем, чтобы они не пропали, с тем, чтобы они не засохли. Ну а мы, как говорится, будем уже со своей стороны. Будем подключать и государственные организации, такие как ЖКХ, а также будем обращаться к местным органам власти с тем, чтобы у нас был организован полив всех деревьев. Одех Сентяров, Валерий Гопанько, телерадокомпания Гомеля. Вызначили все переможцы 21-го областного взлету юных воротовальников-пожарных. Мероприемство проходило у Приборским профессийно-аграрно-техничным лицеем. На протягу 9 дн у дельники смагались за звание лепших, и они передольвались себе, працевали у команде и не боялись тяжкостей. Конкурсные задания не только вызначали на кольки молодь Волода и необходными ведами, навыками, али оценивали оригинальный подыход и зладженность деянеу. По выниках у сих споборництва третье место заняла команда Гомельской гимназии номер 58 имя ГАЗа. Другими стали навученцы средней школы номер 7 города Речица. Переможцами взлету селета назвали команду средней школы номер 9 Гомеля. Яны отримали медали и подарунки от областного управления МНС, объединение Белорусское доброхватное пожарное товариство и областной организации Белая Русь. Спорт – это жизнь. Новая выстава открылась у Палаца Румянцевых и Паскевича. Ретроэкспозиция адлюстровывает историю профессионного и аматорского спорта в Советском Союзе. В выставочной зале можно поглядеть на спортивную экипировку и инвентар этих часов. Лыжи, ласты, роликовые коньки, ракетки, навод мотоцикл. Спорт у СССР активно пропагандовали у прессии на телебачене, а так само с допомогой плакатов. Их так само можно убачить сярод представленных экспонатов. А кроме того, у экспозиции значки и медалей, дипломы и фотографии из разных споборництвов. Сярод их переможца есть и гомельские спортсмены. Например, первый олимпийский чемпион Беларуси Леонид Гейштар. Вторые европейские игры не за горами. И вот-вот будет твориться прямо на наших глазах современная спортивная история. Стоит взглянуть на старт, как все начиналось. А спорт наш, белорусский спорт, в том числе, начинался, конечно, в Советском Союзе. Выставка у нас очень уютная. Здесь представлено действительно большое множество материалов. Кое-какие экспонаты, совсем-совсем новенькие, недавно поступившие. Спасибо нашим посетителям, которые откликаются периодически на наши акции, приносят нам новые маленькие шедевры. Многие экспонаты хранятся в наших фондах уже десятилетиями. Легкая атлетика – тема чергового выпуска проекта «Большим спорт». Йон выйдет в эфир 23 червяня. Герой программы – спринтер Юрий Заболотный и Полина Злотникова, якая займается скачками у довжиню. Яны расскажут про свои самые важные и запоминальные выступления, а так само, об чем думают на старте и как поддерживать форму. Глядите выпуск 23 червяня в 20.30 на телеканале «Беларусь4 Гомель». Гэты, а так само іншые новины. Вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресі www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Добрых вам выходных, Діони! До новых встреч у эфиры!